Привет, ребята, это Рамузыка. Ну что, хоть и на волоске, но вы восприняли первые мои групповые обзоры альбомов положительно и посчитали, что это действительно классный способ узнать о новых альбомах, о новых исполнителях и о моем мнении, собственно, о них. Все в одном видео, поэтому сегодня мы продолжаем, поговорим о новинках интересных и лучших песнях с альбомов. Поехали! Рамузыка Субтитры сделал DimaTorzok Всемайки.ру Крупнейший магазин одежды и аксессуаров с оригинальными плитами Вы знаете, ребята меня поддерживают до сих пор регулярно Спасибо им большое Позволяют мне не отвлекаться на другие дела И делать как можно больше видосов на канале Рамузика бесплатных для вас Как обычно, там куча всего От футболок до штанов до курток Я вот такие вот черные Люблю хлопковые, как вы могли заметить Они подчеркивают мою идеальную фигуру Там же есть и с полной запечаткой На всю футболку рисунок Короче, куча всего, можно и свой рисунок даже вставить И сегодня вы можете замутить себе 10% сладенькую скидочку По промокоду специальному Именно этому, который указан на экране И по специальной ссылке в описании видео Только так Заходите, шарьтесь в магазинчике Выбирайте себе всякие штуки, если понравится что-нибудь И используйте промокод Доставка, оплата, куча способов, не бойтесь Однако у меня еще кое-что есть Студенческий билет с Юнги Если я не ошибаюсь Из BTS О, красавец, красавец, удалец Смотрите Ой, какая красота, какая крутота Моя любовь, как вы знаете, к BTS ставится под сомнение Если вы ходите в университет Или у вас есть кто-то, кто ходит в университет Или вы скоро пойдете в университет Обложка для студенческого как раз вам подойдет Студенческие все одинаковые Ни у кого не отличаются Это будет прям идеально Разыграю немного, погодя, подобную обложку Для студенческого билета в нашей группе ВКонтакте Так что заходите Можете сами зайти на сайт, заказать себе другую С любым рисунком, как хотите Но это-то Это-то может получить заветный счастливчик В общем, все майки ру Поехали дальше Gigi Вот такое интересное название у девушки Я уже рассказывал о ее новом релизе в нашем новостном выпуске Мне тоже, знаете, иногда не хватает музыки Не то чтобы русской, а такой Новой, приятной музыки Такой оказался альбом Анастасии Пальчиковой Певицу именно так зовут Анастасия, может кто знает, была фронтвумен рок-группы Сухие В 16-м году ее заметили британские менеджеры С которыми она записала несколько треков на английском Потом вышел мини-альбом Four Days И попал в британский чарт Да не просто попал, в десятку попал К тому же она сценарист Короче, очень талантливая девушка Что и проявилось, собственно, в ее альбоме Альбом Фаталь По сути, это тоже, наверное, мини-альбом Могу ошибаться 7 песен пройдут как по маслу В России вообще не очень любят слушать 15-песенные релизы Поэтому они у нас и не пользуются популярностью И выпускать альбом вообще невыгодно А 7 песен самое то Песни заявлены в электропоп-стиле Но мне понравилось, что здесь границы немножко размываются И при желании можно услышать разные элементы Которые напомнят о других направлениях Вам может полюбиться интригующий, такой открывающий трек Я тоже Не знаю, буду ли я вставлять отрывки, чтобы не нарушать авторские права Но альбом можно найти без проблем на всех сервисах На всех стриминговых сервисах В том числе ссылочки я оставлю в описании Многим могут не сразу полюбиться песни Для меня, например, этот стиль тоже не очень привычен Но я стараюсь как-то, знаете, не засыхать Как большинство людей и знакомиться с новыми артистами Чтобы потом, знаете, не кричать, когда мне будет 40 лет Ой, вот, надо было Майкла Джексона только слушать Хрень это все На второе-третье прослушивание Ты уже сидишь, песенки реально текут И ты такой Так, стоп Альбом снова что ли играет? Уже закончился? Незаметно Мне понравилась песня «Почувствую» Наиболее такая мягкая Ближе всего к радиоформату Вызвало у меня такие ностальгические ощущения Не знаю, может кто-то со мной солидарен будет Я могу представить, как песню «Минометы» Несмотря на необычное название, люди будут напевать Очень хорошая работа с рифмой Прям пристает припев нехило «Убиваю тебя» Тоже очень интересная композиция Я думаю, что есть все равно большое количество людей Которым этот стиль придется по вкусу Он все-таки не такой вычурный Альбом выдержан в этом стиле Текст тоже достаточно интересный Много очень пищи для размышлений Или для своей какой-то интерпретации Джи Джи очень интересно доносит мысль Не называя конкретных вещей Мне показалось, что это очень занятно Глядишь, так и для себя Откройте нового артиста В общем, Джи Джи альбом «Фаталь» У нее, кстати, скоро выйдет англоязычный альбом У меня была возможность прослушать песни с него И я вам скажу, что он тоже может вам понравиться Немного глубже в электропоп углубляется И голос похож немного на Флоренс Уэлч Напомнил мне Так что следите за обновлениями Поехали дальше Пентатоникс вышли на рынок с новым альбомом Top Pop Volume 1 Первое издание каверов на поп-хиты Значит, когда-нибудь может быть второе и третье Пентатоникс уже пробовали заступить на рынок Со своим акапелло-альбомом Но, как оказалось, полюбить авторские акапелло-композиции Сложнее, чем каверы на известные хиты И ребята, правда, пытаются максимально разнообразить И обновить их, чтобы это не выглядело как просто кавер Все-таки часть продаж идет к оригинальным артистам Надо же самим тоже заработать А их аж 5 человек Поэтому, ребята, стараются Рождество они уже завоевали своими каверами Что же с поп-хитами? Некоторые вещи получились очень интересными Я смотрю на это так Если я послушал песню и не услышал разницы Значит, задача не выполнена Логично? Финесс Бруно Марса показался мне довольно плоским И не слишком оригинальным В кавере на Эда Широна ребята подключили контрабас Поняли, что не обязательно жестко придерживаться формата именно акапеллы Они уже сделали себе имя Все знают прекрасно, как они поют Можно немножко и внести нотку разнообразия I found the love for me Stay, Alessi и Kari мне очень понравилось Хотя бы потому, что они вживую изобразили многоголосие в припеве Которое в оригинальном треке, скорее всего, прописано электронным бэк-вокалом Despacito и Shape of You Возможно, имеют похожий смысл Но меня что-то не торкнуло от такого синтеза Скажу я вам В кавере Praying на Кешу Мичу Грасси пришлось попищать в конце в припеве Но не в свистковом регистре, как Кеша пыталась сделать А в головном или, может быть, даже микс-товом Поэтому должного эффекта не получилось, как в оригинале В принципе, релиз интересный, если вам надоели знакомые хиты Кавер на Камилу Кабео и на Чарли Пута Мне показались прикольными В принципе, песня группы Portugal The Man очень отлично подошла для такого формата Pentatonix Зацените альбом Ссылочка в комментариях, естественно, на прослушку И давайте обсуждать, какие вам песни больше понравились Cardi B после своего прошлогоднего успеха с песней Boda Kiello Выпустила дебютный альбом Invasion of Privacy Вторжение в частную жизнь Очень ожидаемый альбом Так уж получилось, что на рынке рэпа и хип-хопа, особенно женском Что очень печально Это то, что когда появляется новый артист Все поголовно считают, что старый ушел в забвение Не понимаю, почему так Почему среди мужиков рэперов такой тенденции нет Почему два рэпера мужика могут одновременно существовать на сцене Без срачки фанатов, без вот этих последствий всех Видимо, не знаю Может проявление, может сексизм какой-нибудь Я не буду бросаться громкими словами, но так оно и есть И знаете что? Офигенный дебют, я хочу вам сказать Cardi агрессивно читает И хоть у нее нет такой гибкости, которая присуща опытным рэперам Возможно, это придет со временем Но меня это ничуть не тревожит Мне нравится, как она агрессивно панчит буквально в лицо каждой песни Даже композиция Be Careful, которая мне изначально не понравилась из-за спетого припева Скудной аранжировки и проблем с флоу и ритмом Ко мне как-то со временем нормально так пристало Наоборот, теперь нравится эта простота Как будто можно и, я не знаю, ча-ча-ча танцевать Или что там за музыка Та же ситуация и с песней Drip Drip вместе с Migos Такое затянутое вступление Ну блин, такой приставучий хук Куплет Take Off Отличный просто Cardi тоже не подкачал Дуэт с Chance the Rapper получился тоже неплохой Chance добавил в песню музыкальности Больше ритмичности Талантливый чувак Та же ситуация с Ciza Отлично вместе сочетаются Единственной проходной для меня из дуэтов, наверное, была песня вместе с Kelani Совсем мим прошла Я считаю, что Kelani совершенно ничего сверхъестественного в песню не добавляет Что она есть, что ее нет Moneybag просто копия Boda Kiello по Flow Внимание заслуживает, как я ее называю, Pussy Song Композиция Beaconhead, так называемая вульвопедия Карди рассказывает обо всех способов пусси-поппинга во вселенной Если вас-то не заставит трясти задницу, я тогда не знаю, что заставит И людям нравится, что ей насрать Кто что подумает, кто что скажет Ей просто пофигу No facts given Ее не волнует, кто опять там про ее стриптизерское прошлое вспомнит Она говорит, как и есть Без всякой мишуры и даже будучи беременной Готова ли она стать матерью? Это уже другой вопрос Отметил бы еще среди удачных треков Get Up 10 Открывающий трек о тернистом пути рэперши Through Your Phone То самое вторжение в частную жизнь Карди мне показал здесь максимально искренний Максимально эмоциональный Что вы редко услышите на самом деле Здесь же проявилась и злость И жажда возмездия за неверность Очень зашла песня Хороший дебют, не супер сенсационный Но альбом абсолютно точно будет на вершине билборда Это достаточно сильная первая работа И любителям рэпа и хип-хопа, я думаю, нужно обратить на нее внимание Какая ваша любимая песня? Я жду в комментариях The Weeknd, он же Able Tess Faye, выпустил новый альбом My Dear Melancholy Моя дорогая меланхолия И если честно, меня эта пластинка заставила поразмышлять на одну очень интересную тему Я, наверное, запишу видео и оно выйдет в мае когда-нибудь Очень интересно, что вы скажете по этому поводу Но что касается альбома Мне показалось, что это какие-то бонус-анрелист треки С предыдущей пластинки Starboy, вот честно С одной стороны, почему одним артистам можно выпускать кучу однотипных микстейпов Записанных за полтора месяца, а Викинду нельзя А с другой, мне просто показалось, что Викинд каждый свой релиз пытался как-то совершенствоваться Двигаться вперед, пробовать что-то новое Превзойти себя А здесь он просто остался на том же месте И это вполне может быть отличным дополнением к вашему плейлисту, кстати Тут всего шесть песен, говорить особо нечего Главный сингл Call Out My Name напоминает мне песню из трилогии 50 оттенков серого Которую он там тоже пел Я название не помню, но потом на экран помещу Конечно, мои впечатления о хорошести песни никак не повлияют на успех пластинки Так же, как и ваши впечатления о песне О боже, какой мужчина, не повлияют на ее успех Качество не равно популярность Но что есть, то есть Я не знаю, что у меня с ушами Можете меня ругать, но песня Heard You Мне тоже напомнило по ритмике композицию Starboy или I Feel It Coming Вместе с Daft Punk, которую они делали с прошлого альбома Мне кажется, Weekend сейчас еще на расцвете карьеры И не находится еще на том этапе, когда, знаете, слушатели говорят «Раньше было лучше! Мы хотим, как раньше было!» Надо как-то что-то менять пока Успеет еще сделать так, как было Кто знает, может это просто эпишка перед выходом альбома Для разогрева как бы он закинул еще песенок, чтобы не забыли о нем Хотя лейбл настаивает, что это все-таки полноценный альбом из шести песен Интересным экспериментом показался трек «Wasted Times» С таким модным дэнс-битом Необычным для Абеля В общем, фанаты будут довольны, это точно Мне не кажется, что этот альбом сделал какую-то революцию для его дискографии Но что-то он, скорее всего, задумал Значит, он что-то готовит и над чем-то работает Надо ждать А пока будем служить привычные нам туманные модные песни Про угрюмого, отчаянного Викинда Который бедный меняет девушек от перчатки Встречается, потом расстается и еле как справляется с этой тяжелой жизнью Все-таки песни Абеля любят в первую очередь за продакшн А он здесь, как всегда, на уровне Вот такой комплект альбомов на сегодня Надеюсь, эта рубрика поможет вам, да и мне познакомиться с новыми артистами Делитесь вашими любимыми песнями в комментариях Ну и альбомами, которые вы можете хотеть, чтобы я осветил здесь Чтобы попадать на стримы на YouTube, подписывайтесь на канал Ram Music Live Ссылочку наверх в подсказке засуну, а ссылки для прослушивания всех альбомов в описании Ну а я желаю вам хорошего дня и мы увидимся очень-очень скоро Пока-пока Так, а сейчас, наверное, посижу секунд двадцать еще Можно при желании посмотреть мой обзор на прошлый альбом Викинда Старбой На инсту еще подпишитесь, не забудьте Там часто что-то я сториз выкладываю, в прямые эфиры выхожу Болтаем, отвечаем на опросы, вообще нормально Как хотите, короче, я никого не заставляю Но тут прям будут видосы прям отборные Специально, если этот посмотрели, прям понравится Субтитры сделал DimaTorzok